Престольный праздник отметили в Белоглинке Симферопольского района. Деревянный храм в память преподобного Амбросия Оптинского возвели 4 года назад. Сегодня сюда спешили не только местные жители, но и многочисленные гости из крымской столицы. Отчего человек бывает плох? От того, что забывают, что над ним Бог. Назидал духовный чад оптинский старец Амбросий. К нему приезжали те, кто запутался в житейских обстоятельствах или философских исканий. Стремились жаждущие высшей правды. Выдающиеся мыслители эпохи, философы, писатели, богословы многократно бывали в оптиной у старца. Николай Гоголь, Алексей Ильев Толстые, Фёдор Достоевский, Владимир Соловьёв, Константин Леонтьев. Получали от него духовные наставления, утешение и укреплялись в вере. В то время, когда вокруг них было множество таких соблазнительных течений, которые многих людей уводили от православия. И далече от спасения. Уютный маленький сельский храм, как говорят в народе, ладный в память. Того, кому было приковано внимание исключительно русской интеллигенции. И именно в тот момент, когда практически вся она была увлечена западными философскими мыслями. И старец Амброси лучше, чем кто-либо иной понимал духовное искание развитых гуманитариев. Где просто, там ангелов сто. А где мудрено, там ни одного. Праздничная служба идет своим чередом. Исповедь, причастие, крестный ход и проповедь. Прихожане рады, что теперь у них в селе свой храм. Многие помнят, как закладывали фундамент, возводили стены, освещали куполы, колокола. Быстро был построен, потому что он деревянный. Деревянный нельзя долго строить. Его надо быстро построить, стены поставить и накрыть. Сама конструкция была поставлена за три месяца. А почему деревянный? Потому что это, в первую очередь, мое желание, благословение владыки и желание прихожан всех. Когда купол восстанавливают, да, и небо, тучи разошлись, и такое небо огромное, синее, чистое, а солнце на всю небо. Вот так живут, утешаясь этой радостью и словами преподобного, у которого, как выяснилось, было отличное чувство юмора. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. Юлия Орлова, Андрей Псум и Юрий Рябов.